Бабу умолотила вот этими воротами. Она шла вот здесь и оторвала эти ворота по спине, по голове. Иван вместе со своей женой Анастасией ведут нас по разбитому двору и показывают, что осталось от их двухэтажного дома. Пенсионерам удалось выжить. Во время бомбежки они были на улице. От гибели их спасли стены дома, удержавшие взрывную волну. Такие страшные разрушения нанес расистский авиаудар. Ударило сюда. Грубу раскинуло. Нам ее надо делать. Стена вот как отошла. Дыра вон туда, аж наверх, где светится наверх. Вон трещины на стенах какие страшные. То, что не разбомбила, разворовала. Путинская орда, зайдя на танках в термаховку утром 25 февраля, сразу же начала грабить местных. Окупанты пытались закрепиться в селе, поэтому прямо в огородах местных окапывались. Мародерили. Все накрывали, чтобы песок не сыпался им. Вот такое делали. Это ваш огород? Да, это мой огород такой. Рашисты запретили местным жителям передвигаться по селу. Позанимали те дома, которые им понравились. Выгоняли хозяев на улицу, угрожая расстрелами. Подгоняли бронетранспортеры и грузили в них бытовую технику. В домах срывали даже карнизы и розетки. Пообрывали, пообдирали все. Тут стиралка была, два плазменных телевизора, все электротовары, все позабирали, все вывезли. Даже соседка видела, как на танк грузили и все вывозили. Именно через это село шла техника расистов на Бучу. Местные вспоминают, это были сотни танков. В оккупации без воды, света и еды люди прожили 35 суток, когда 31 марта в термаховку вошли украинские военные. Люди впервые безопасно смогли выйти из погребов. Все равно сделаем на зло русским, на зло москалям. Дом как дом, и он будет лучшим. Пусть им будет горе, пусть им будет смешно.